Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 6 сентября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Начав первый торговый день недели с гэпа, пара евро-доллар так и не вернулась к исходным уровням, продолжив дальнейшее снижение. Коррекция, которую мы ожидали в нашем вчерашнем прогнозе, оказалась очень вялой и лишь привлекла интерес к новым продажам. Зафиксировав максимум отката на уровне 1.4173, евро под давлением растущих антирисковых настроений не смог удержать позиции и возобновил снижение. Кроме всего прочего, среди факторов, оказавших отрицательное влияние на динамику валюты, стала реакция участников рынка на то, что канцлер Германии Ангела Меркель и возглавляемый ею христианско-демократический союз проиграли выборы в шести федеральных землях. Другим негативным фактором для евро стала очередная слабая отчетность по еврозоне. Инвесторы считают теперь, что замедление темпов восстановления Европы заставит европейский банк вновь вернуться к финансовому стимулированию экономики и продолжению денежных вливаний в финансовую систему региона. А это, в свою очередь, приведет к ослаблению единой валюты. На фоне всех этих событий курс евро-доллара продолжил падение, достигнув на торгах в Нью-Йорке минимального уровня на отметке 1.4061. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижения пары к целевым уровням 1.4053, 1.4016 и 1.3969. Вместе с тем, стоит отметить, что ценовое движение валюты уже находится в зоне коррекционного отката. В этой связи существуют риски разворота пары на восходящую коррекцию. Если это произойдет, целевыми уровнями коррекции станут уровни 1.4110, 1.4143 и 1.4212. После завершения коррекции евро-доллар возобновит снижение курса единой европейской валюты. На азиатской сессии в понедельник пара фунт-доллар после гэпа на открытии торгов попыталась развить восстановление. Однако сумела добраться лишь до уровня 1.6185. Публикация отчета по деловой активности в секторе услуг Великобритании, оказавшегося значительно ниже предыдущих значений и прогнозов аналитиков, вызвала стремительное падение валюты. Курс пары к исходу дня протестировал на снижении минимум от 18 июля на отметке 1.6061. Настрой рынка в отношении британской валюты остается весьма негативным. Очевидная неизбежность возобновления Банком Англии собственной программы финансового стимулирования экономики и как следствие ослабления монетарной политики в стране вызывает беспокойство инвесторов к ведущим удешевлениям фунта. В этих условиях продавцы валюты продолжают контролировать ситуацию в данной паре. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем начало коррекции британского фунта к предыдущему снижению валюты и подъем пары к уровню дневного разворота 1.6121. Если валюте удастся пробиться выше этого уровня и закрепиться над ним, может последовать продолжение подъема к ценовым уровням 1.6148 и 1.6191. Если же пробоя не произойдет и продавцам британского фунта удастся продавить его курс ниже вчерашнего минимума 1.6061, пара возобновит снижение к целевым уровням 1.6005, 1.5973 и 1.5930. На торгах в понедельник золото сумело продолжить восходящую динамику пятницы и подняться выше отметки 1900 долларов за тройскую унцию. Слабый отчет по занятости в США и начало новой острой фазы европейского долгового кризиса вновь стали основными причинами роста спроса на драгоценные металлы, заставляя инвесторов уходить из рискованных активов и размещать свои средства в золоте. Фьючерсы на металл в понедельник снова выросли, вплотную приблизившись к достигнутым на предыдущей неделе рекордным максимумом. По итогам торгов на Комекс стоимость декабрьских фьючерсов на золото выросла в цене до 1902 долларов 31 цента за тройскую унцию. Серебро же напротив упало на торгах в Лондоне на фоне усиления беспокойства инвесторов относительно замедления темпов восстановления мировой экономики. Котировки металла снизились от максимума 43 доллара 35 центов за тройскую унцию до минимального уровня 42 доллара 31 цент. Позднее на торгах в Нью-Йорке серебру удалось несколько восстановить потери, завершив день на отметке 42 доллара 89 центов за унцию. В экономической статистике вторника Резервный банк Австралии опубликует решение и сопроводительное заявление по основной процентной ставке. Изменения здесь не прогнозируются, ставка скорее всего будет сохранена на прежнем уровне 4,75%. В Швейцарии выйдут данные по индексу потребительских цен за август. Еврозона представит уточненный прирост ВВП за второй квартал, а также изменение объемов заказов промышленности Германии. А в США выйдут данные по деловой активности в непроизводственной сфере. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.